Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители интернет-портала Радиоцентра Самги, теперь уже телевидение, поскольку мы это все транслируем, и вы совсем скоро это увидите и в YouTube, и в Facebook. Мы это президент компании Пурана, Сергей Серебряков, Россия, ну и ваш покорный слуга Майкл Мелехов, который находится на территории США в городе Чикаго. Ну и здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил, очень рад с вами общаться, здравствуйте, дорогие наши телезрители, и мы готовы с вами пообщаться, поговорить на очень интересующую нас всех тему, это альтернативные методы дополнительного заработка. Методы мышления в первую очередь, и мы продолжаем, на самом деле, эта тема называется благосостояние, и это очень важно, даже несмотря на то, что мы находимся в периоде таком, который называется Кали-Юга, и мы продолжаем нашу программу. Совсем недавно была выставлена последний от нашей отрывок нашей программы, скажем, шестой отрезок этой большой программы благосостояния. Вы можете это все увидеть на канале Центра Пурана, на канале Центра Сангейт, в Facebook, YouTube, ну и так далее. Ну, а сегодня мы продолжаем эту тему, и вот мне хотелось бы вначале, вот, Сергей, с вами побеседовать. Вы много путешествуете, страна большая, понятно, вы человек довольно известный, популярный. И как вы считаете, как вы видите из вашего опыта общения с людьми, какая сейчас ситуация в стране в плане того, что вот те люди, которые приходят на консультацию, они вам задают вопросы, ну, хотелось бы чем-то заниматься, чем-то другим, возможно. И они не понимают, в чем дело. Вот в последнее время такая тенденция, люди начинают задумываться, а правильно ли то дело, чем они занимаются. Это очень интересная тема. Ситуация, я думаю, такая же, как и во всем мире, потому что люди все хотят одного, они хотят быть счастливыми, они хотят быть благосостоятельными, они хотят процветать и заботиться о своих детях, и соответствующие нуждаются в чем? Ну, в средствах существования, которые называются деньги. Деньги – это не зло и не добро. Это вопрос, да, у нас ходит такой философский, смотря как к этому относиться. Ну, что касается России, ну, безработица, конечно, тоже есть. Есть очень много людей, которые не понимают, как им дальше работать, как им жить. Ну, я заметил, что в основном люди приходят не из-за безработицы, а из-за того, что они устали от своей профессии, от своей работы. Многие из них говорят, что я не могу, мне не нравится, не люблю свою работу. Более того, есть даже состоятельные люди, которые неплохо зарабатывают, но при этом они тоже очень утомлены психологически. И таких людей довольно-таки много. Есть еще другая категория людей, которые не знают, чем им заниматься. Вот я думаю, что даже таких чуть больше. Они не знают, что им делать. Чаще всего это молодые люди, молодые девушки, юноши, которые приходят с родителями, спрашивают, вот нам скоро учиться надо, а кому-то кто-то уже, допустим, отучился и закончили какое-то образование, и они совершенно не понимают, как им работать, как им делать, как им зарабатывать. То есть это вопрос номер один. Профессия, что мне делать. А даже если есть какая-то работа, то чаще всего людям не хватает средств существования. Кстати, это не только в России, я заметил, это и в других странах присутствует такое явление, что сейчас получается родную плату, а какие-то жизненные счета, которые приходят, и то, что нужно оплачивать, не соответствуют зарплате или пенсии. Поэтому вопрос действительно остро стоит, как вообще еще зарабатывать. И люди ломают голову, действительно, многие находятся даже в тяжелой депрессии из-за этого. Особенно я заметил мужчины. Вот женщины как-то, они больше уходят в детей, материнство, и они рассчитывают на мужчину. А вот мужчина, если теряет такую позицию свою жизненную, он совсем находится в таком растерянном состоянии, у него даже начинаются психологические расстройства, что он, как вы знаете, его мужественность подрывается, его авторитет подрывается. Вот это вот то, что я заметил. В основном такие вот люди такой категории. Я понял. Но вообще существует, тем не менее, такая вещь, как безработица, и тенденция все-таки увеличивается, насколько я знаю, насколько я анализирую, по роду своей деятельности, по роду своего хобби. Вы знаете, чем я занимаюсь, мы об этом говорили. Но как вы думаете, человек потерял свою работу, что ему делать? Искать новую работу? Человек, который потерял свою работу, подавляющее большинство людей воспринимает это очень трагично. Почему трагично? Потому что никто не будет спрашивать тебя, потерял ты работу, не потерял ты работу. Просто приходят счета, многим приходится даже расставаться с каким-то имуществом. Извините, многие находятся еще, живут в кредит, ипотечный кредит, там жилье не выплачено. В общем, знаете, наступает очень серьезная черная полоса. Потеря работы – это не просто какая-то, знаете, там, игрушку потерял. Это означает, что человек остается в месте существования, и он даже может потерять то, что у него есть. Поэтому я, сколько вижу и глубоко убежден, что это настоящая трагедия. Ну, так оно и есть. Но вот по моим наблюдениям, но это не только мои наблюдения, это, опять же, это везде, так бывает, человек потерял работу. Ну, еще раз повторяю, все-таки я последние 20, почти 25 лет живу в Соединенных Штатах, и я общаюсь с очень многими людьми, я вижу, человек потерял работу, это да, трагедия, никто же не спорит, но он лихорадочно ищет новую работу, и, соответственным образом, он ее ищет именно в том направлении, именно по той специальности, по которой он работал. Совершенно верно, Майкл. Вот по поводу потери работы. Вы знаете, потери работы происходят еще не потому, что какие-то злые предприниматели выгнали людей, или там кто-то обанкротился, или разорился, хотя тоже иметь место быть. Есть еще одна причина. Ну, например, это отставание в образовании. Ну, маленький вам пример. Вот у меня в данном случае есть родственница, она в свое время, еще в советские времена, получила высшее образование. Знаете, как называется, товарвед. Такой был, ну, знаете, как была социалистическая система. Товар поступал, распределялась по каким-то областям, по каким-то городам. То есть это было в то время золотое дно. Золотое дно. Это считалось товарвед. Ты имеешь вот этот директор работного центра. Какое-то они там экономическое образование тоже имели. И человек закончился тут. Работал там много лет. Но потом сама система, понимаете, она уже шла. Ее больше не существует. И вот сейчас этот человек работает на рынке, торгует какими-то там рыбой, какими-то там продуктами. То есть и при этом очень глубоко несчастный. Потому что человек с высшим образованием не может найти себе работу. Почему? Потому что он отстал. Или, например, кто-то учился, например, помните, как раньше были телевизоры с лампами? Ламповые были, ламповая техника. То есть люди получили образование. Понимаете, они вышли в жизнь. Они занимались ремонтом. Да, на сколько. Да. А сейчас, понимаете, таких телевизоров нет. То есть очень много людей потеряли работу не потому, что ее нет. А потому что нет больше той профессии. То образование, которое они имели, сейчас уже не актуально. И это, кстати, процентов где-то 60 имеет место быть. Поэтому, а почему они могут учиться дальше? Ну, семья, долги, там еще какие-то моменты в жизни наступают. Некогда им учиться. И если вот говорить по поводу безработицы, то большинство людей оказались в таком положении не из-за того, что нет работы. Работа на самом деле есть. Есть работа. Грузчики нужны, уборщики нужны. И нужны какие-то там водители. Очень много чего есть. Предлагается профессия. Вот это не правда, что нет безработицы. Потому что существует это безвыходное положение. Сейчас возьмите любую газету, объявление. Полно работы. Но человек не может там работать по тем или иным соображениям. Понимаете, вот он инженер, например. Вот он инженер, он потерял свою работу или стал уже неактуален. Но не пойдет работать дворником. Не пойдет. Потому что есть какие-то еще внутренние психологические барьеры. Понимаете? И вот это одна из причин. Они приходят и спрашивают, что мне делать. Я им говорю, надо учиться. Где я буду учиться, на что я буду учиться. То есть первый запор, который наступает в сознании человека, почему он не может выйти из такого кризиса, это то, что он не разрешает себе, не впускает себе такую мысль, что нужно просто сейчас все это убрать, то, что у тебя было, и начать с полного нуля. Вот это самая сложная психологическая проблема. Представляете, человеку 40-50 лет, извините, он уже как бы сложился как личность, как профессионал, ему надо все сейчас заново перевучиваться. Если даже предложить какие-то новые профессии ему, подчеркиваю, есть новые профессии. Вот сейчас у меня появился инфобизнес. В данном случае вы занимаетесь ставмаркетом, это по-русски биржа. И если раньше как на бирже люди работали, то есть там они приходили, махали руками, помните, да, то есть нужно было туда приходить, то сейчас есть технологии, может прямо дома это делать, даже никуда не выходя на улицу. Но возникает следующая проблема. Я очень часто замечаю по моим людям, клиентам, которые к ним приходят, они даже не умеют компьютером пользоваться. Например, простая вещь, перешли те фотографии оттуда-туда, там, для каких-то дел. А как это делается? То есть, знаете, не пользуюсь такое слово, чудовищная такая безграмотность, настолько отставание произошло от современной цивилизации, что люди, они продолжают работать по-старому, ищут старые какие-то варианты, объявления клеют, там, еще с табличками стоят. Но они не могут понять, что уже век кибернетики, уже век электроники, что уже все меняется, скоро вообще телевизоров не будет. К этому тоже все уже идет, что наступил 21 век. Что самое интересное, когда вот тот век наступал, да, с 19 на 20, когда вот машины стали появляться, и они сидели на своих лошадках, тоже не хотели переходить. Вот это вот поколение на переходах, которое на переходах, с одного века в другой, вот чаще всего вот это поколение вылетает. И оно вылетает не из-за того, что, Михаил, нет работы, еще раз говорю, а то, что они не понимают, что делать. Что происходит в окружающем мире? Вот еще, Паркоп, извините, я такой пример вам приведу. Вот турфирмы. Сейчас в России очень много разоряется турфирм. Просто одна, вторая, третья, четвертая, понимаете, разоряются. А почему разоряются? Да потому что сейчас любой пацан, молодежь, они организовывают в интернете такие группы, сообщества, и они помогают друг другу бронировать отели, искать дешевые пляжи. Они даже все вместе объединяются, скидываются деньгами, снимают там себе автобус или там вагон какой-то, или там рейс там на самолет, знаете, за счет интернета делают. И вот это все перемещается. И турфирмы не нужны. Это вот то, что раньше они делали, такие услуги оказывали. Они сейчас оказываются не нужны. И когда я разговаривал с одним человеком из турфирмы, я говорю, ребят, давайте сделаем так, нужен тематический туризм. Тематические люди уже, ну что, перевалялись на всех пляжах мира. Там полежали на пляже, там полежали, там полежали. Не интересно стало. И вот так как люди работают по старинке, они не понимают, почему у них идет разорение, они не понимают, почему у них даже бизнес не развивается. Они понимают, почему, они что такое, я же работаю. Вот, например, смотрите, еще вот в Испании был случай. Интересно, там, где туристы ходят, они поставили ларек, торгуют этими, как они называются, сувениры. И говорят, мало покупают. Я говорю, только поймите, поймите одну вещь. Сейчас есть интернет-магазины, сейчас есть еще другие способы все это получить. Отмор, его надо можно привезти. Они, а как это? Вот я, Михаил, сейчас хочу закончить свой монолог. То есть идея в чем заключается? Что это неправда, что нет как-то кого, что нету возможности зарабатывать. Это неправда. Нет возможности по-другому думать. Вот я думаю, что цель нашей передачи заключается в том, чтобы как бы подтолкнуть человека к идее, что, ребят, надо как-то развиваться. У меня, например, тоже, вот вы меня старше, я тоже уже немолодой человек. Но, смотрите, вы же изучаете, нам тяжело, да, все это изучать, но приходится, потому что телефоны новые приходят, техника новая приходит. То есть эра развивается. И вместе с этим развиваются возможности, которые почему-то люди не хотят обращать на это внимание. Это мое наблюдение личное, то, что я вот заметил, когда спросили, что люди спрашивают. Но когда начинаешь им это говорить, вот, например, образование, вы, смотрите, вы учитель, допустим, там, английского языка, вот человек, зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. Профессор в кафедре. 15 тысяч рублей, это если на доллары перевести, сколько получается? Мало получается. Меньше 100 долларов получается. Я говорю, это хорошо, вы можете тогда организовать свои курсы, допустим, по тому же самому интернету? А это я не знаю, это невозможно. И тут начинаешь о том говорить, начинаешь это объяснять, какие даже технологии объяснять простые. И говорит, хорошо, заплатите там какое-то количество денег, идите на курсы, вас научат, как это делать. Нет, нет, ответ, смотрите, это невозможно. И все-таки, как же мне заработать денег? Вот скажите, что с ним делать? Вот что с ним делать? Как вы думаете?